Доброжелательный, юридический, грамотный, умеющий ответить на любые вопросы покупателей. Именно таким, по мнению строгого жюри, должен быть современный торговый работник. В Алдане прошел первый конкурс продавцов, приуроченный к празднованию Республиканского дня предпринимателя. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Каждый продавец немного психолог, говорит Елена Усова. О чайниках, стиральных машинах и телевизорах она, педагог по образованию, знает все. Более 10 лет Елена работает продавцом-консультантом в магазине бытовой техники. Безусловно, должна знать товар, чтобы знать, как его предложить, потому что мы же все разные. Каждый покупатель приходит, у него свои требования к товару. День для Елены выдался сложным. Знания и навыки ей пришлось использовать не в торговом зале, а перед строгим составом жюри. Елена стала участницей конкурса «Лучший по профессии». Профессионально-творческие испытания, призванные выявить лучшего продавца, был инициирован администрацией Алданского района. Цель конкурса – это повышение профессионального мастерства продавцов, популяризация профессии, повышение качества обслуживания населения. Екатерина Братус, продавец магазина товаров для школы и дома, в торговлю пришла недавно. Усвоила сразу – все покупатели разные, а ее профессиональная задача заключается в том, чтобы суметь ответить на любые вопросы. У покупателей у всех разные характеры, то есть нужно правильно к нему подойти и расположить его к себе. Некоторые приходят за эмоциями, но уходят с настроением. Визитная карточка, тестовые задания, модели ситуации, которые требовалось разрешить спокойно и оперативно. Испытания были призваны раскрыть все стороны конкурсанток. Каким должен быть продавец? Елена Зинова, торговый работник с 10-летним стажем, знает. Я думаю, это улыбчивость, доброжелательность. Мы как первая помощь должны приходить покупателям. В численном отношении армия продавцов является одной из наиболее массовых. Однако поучаствовать в первом профессиональном конкурсе желающих нашлось немного. Трое участниц, образовав тройку лидеров, были награждены денежными сертификатами на 15, 12 и 10 тысяч рублей. Татьяна Вахнина, Сергей Супачев, НВК Саха, Алдан.